Приветствую всех на канале. Сегодня хотелось бы рассмотреть тему о левитации Серафима Саровск. Кто это такой? Об этом можно почитать в Википедии, ссылку я привожу в видео. Меня, конечно, более всего заинтересовала тема его полета. О Серафиме Саровском впервые я услышал из лекций Тарсунова Олега Геннадьевича. Из его семинара я прочитал первое упоминание о Серафиме Саровском, о том, что он левитировал. Но что интересно, что это не первый случай полета человека. В своем ролике об истории свободной энергии я уже упоминал о полетах на гравитоплане Гребенникова, история которого тоже звучит как миф. Из всей информации получается, что все эти полеты не каждому под силу. Тут немного дело в другом. Думаю, что даже если будет создан какой-то гравитоплан, не каждого человека он подымет вов. Кстати, про истории левитации святых очень много в интернете. И каждый, наверное, когда-то про это слышал. Но кроме каких-либо фейков в Ютубе ничего реального, никакого видео найти, скорее всего, не получится. Тем не менее. Однако есть и научные исследования. Вот, к примеру, статья об исследованиях кандидата физико-математических наук из Татарстана Кима Шакирова. А все началось с каких-то детских забав. Внук ученого забирался на новые напольные весы и делал стойку на голове. При этом ученый заметил, что показания весов разные. Далее вы можете почитать, что произошло. Он заинтересовался этой темой и начал взвешивать своих троих взрослых сыновей. Двое из них при стойке на голове увеличили вес на 5-6%. Ну, можно подумать, что это какая-то погрешность. Но потом он произвел подобные опыты и повторил это с группой студентов на точных весах. И этот феномен подтвердился. Во всех случаях вес перевернутого человека с ног на голову был больше. Ну, кстати, самый поразительный результат с разницей измерений в 50 кг показал пожилой глубоковерующий человек. Так он весит 80 кг, но когда он встал на весы в стойке на руках, ну, то есть встал на голову, весы показали вес 130 кг. Это на 50 кг больше. Факт есть факт. Как-то объяснить этот феномен с точки зрения современной науки не получается. Если поискать в сети, то можно найти даже списки левитировавших святых. Вот, к примеру, на сайте цикла wiki.org есть такой список. Ну, что интересно, также фигурирует в списке Серафим Саровский. На разных сайтах очень много упоминаний, но современному человеку, конечно, нужны официальные источники от официальных лиц. Не знаю, насколько правдива эта информация, но среди свидетелей парения воздухов были такие известные лица, как Марк Твен, Наполеон III, Александр II, Академик Гутлеров и другие лица. Хотелось бы, конечно, найти что-то официальное от этих известных людей, но пока это выходит за рамки данного ролика. Если у вас есть какая-то информация о каких-то упоминаниях, официальных записях, каких-то летописях от известных людей, отправляйте в комментариях, будет интересно почитать. Ну, у меня на этом всё. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok